Всем привет! Всем доброго времени суток! Кто сейчас зашел на мой канал, смотрит это мое видео, всем большое спасибо! Ну и отдельная благодарность всем моим дорогим зрителям, кто постоянно смотрит мои видео, пишет мне комментарии, пожелания, дает мне советы. Я вас всех от всей души благодарю! Ваша поддержка мне очень важна и очень нужна. Благодаря вашей поддержке, мои дорогие подписчики, мои зрители, мой канал может иметь будущее, он может развиваться, продвигаться. Именно благодаря тому, что вы, зрители, меня поддерживаете, меня смотрите, общаетесь со мной в комментариях, и это, это для моего канала и для меня очень важно. Потому что мой канал – это мое любимое, любимое большое дело, которое я творю, на котором я творю, на котором я творчески, делаю творческий выплеск свой, самореализовываясь именно для вас, для моих любимых зрителей. Ну что, друзья, для тех, кто первый раз зашел на мой канал, добро пожаловать! Меня зовут Алена, мне 50 лет, на своем канале я показываю реальную жизнь простых людей в деревне, которые переехали из города и, как говорится, начали жизнь с нуля. И если вам интересна деревенская жизнь людей о том, как люди своими руками, своими возможностями делают ремонт, обустраивают быт, облагораживают двор, садят огород, наши семейные традиции, наша деревенская кухня, добро пожаловать, смотрите с удовольствием, пишите мне комментарии, в комментариях ваше мнение о нашей жизни, давайте мне советы, для меня это очень-очень важно. Ну, а сегодня по традиции, так как я с апреля месяца начала худеть на своем канале, нет-нет, я не забросила похудение, мое похудение продолжается, все нормально, никаких срывов. Второй месяц, уже полтора месяца, как я перешла на интервальное голодание, еще раз поясню, интервальное голодание – это режим питания. У меня режим питания 16 на 8, то есть у меня есть 8 часов для приема пищи, 16 часов мой организм отдыхает, я ничего не кушаю, пью только водичку. 16 часов – это после 3 часов дня и до утра, я ничего не кушаю, а до 3 часов дня с 7 или полвосьмого утра, ну, обычно я завтракаю полвосьмого, 8, но можно уже в 7, вот до 3 часов можно кушать. До 3 часов я могу покушать 2 раза, ну, изредка бывает один перекус. Собственно, все. Вот на таком режиме питания я спокойно сбрасываю вес, но самое главное, почему я решила перейти на такой режим питания, как интервальное голодание, это улучшить состояние своего здоровья. Да-да-да, и я хочу сказать, именно интервальное голодание помогает, помогает справиться со многими заболеваниями. Поверьте мне, друзья, на слово, никакая диета не помогает так нормализовать ваше давление, убрать отёте, нормализовать работу внутренних органов, как интервальное голодание. Ну что, у меня в руках метод, и по традиции, значит, я сегодня проведу видеоотчёт о том, насколько уменьшились или не уменьшились, я не знаю. За это время, как последний раз мы делали замеры с вами, я ничего не проверяла, не измеряла. Замеры я делаю только тогда, когда снимаю для вас видеоотчёт. Вот тогда я сама всё сейчас и увижу. Ну и, конечно, записываю свою тетрадочку и буду видеть результат, как было в прошлый раз и как будет сегодня. Значит, начнём с чего? Начнём с объёма груди. Последние замеры я делала 7 мая. Ну, извините, с той поры у меня не было возможности снять видео, потому что очень была занята, навалилось много домашней работы, весна, вы сами понимаете, огород. Дома начали косметический ремонт, всё засаживаем, кругом суета, у нас жара, у нас жара за 30 и под 40, уже вторую неделю лето в наших краях началось досрочно. Май месяц у нас, весь жаркий месяц. Ну, в общем-то, это лето, это лето, мы загораем. Мы загораем на огороде, полисадники, практически уже всё посадили, да, за исключением каких-то мелочей, уже много взошло чего. Так, объём груди. Так, ребятки, правильно или неправильно? Ревард показываю. Видно вам всем? Так, сейчас всё выровняю, чтобы было всё более-менее точно. Никаких натяжений, вот так, спокойно. Так, спокойно меряю. Так, что тут, что тут? Переворачиваем, извините, у меня зрение подводит меня. Так, 119. Так, 119. Объём груди. Объём груди. В прошлый раз у меня был 120. 120. Сейчас 119. Ну, в общем-то, за это время объём груди уменьшился всего на 1 сантиметр. Ну, маленький, но всё же положительный результат. Ещё я заметила такую тенденцию. Когда только я начала худеть, а начала я худеть 5 апреля, и сразу, сразу, значит, ну, не сразу, в смысле, когда я делала первые замеры, очень хорошо уменьшались объёмы, да. Первые уменьшения объёма, значит, у меня было на 3 сантиметра. Объём груди на 5 сантиметров. А сейчас меньше. Не знаю, видимо, так должно быть, а может быть, немножко вес остановился, потому что жара, жара, очень сильно, ну, скапливается в организме вода. Хотя много её и выходит, но, тем не менее, в жару, вот, мой организм её плохо переносит. Так, значит, объём груди у меня 119, а в прошлый раз последний замер был 120. Минус 1 сантиметр. Теперь объём под грудью, мои дорогие. Так, объём под грудью. Сейчас посмотрим, что нам даст объём под грудью. Уменьшение, не уменьшение, насколько уменьшение, может быть, вообще увеличение. Ну, хотя, как бы, не должно быть увеличение, да, я так думаю. Так, что у нас тут? Так, перевернём метр. Получается 105. Так, объём под грудью в прошлый раз был 107. Был 107, теперь 105. Минус 2 сантиметра. Ну, тоже хороший результат. Далее, меряем объём талии, ребятки, объём талии. В прошлый раз объём талии, у меня вот тетрадочка, я всё записываю. Я вам показывала в прошлом видео, всё записываю по датам. Каждые 10 дней делаю замеры, но сейчас прошло 13 дней. Я не успела через 10 дней, не было у меня времени. Поэтому вот 13-й день, значит, я измеряю объём груди минус 1, объём под грудью минус 2. И сейчас талия. Вот моя талия, смотрите, не знаю, напишите мне в комментариях, вы меня визуально видите, в прошлые видео видели. И скажите, с момента, как я начала худеть, что вы заметили, как я меняюсь внешне. Напишите мне, пожалуйста, девчонки, пожалуйста, для меня это очень важно. Так, измеряем, так, надо всё поправить. Так, подождите, так, неправильно. Так, сейчас я выровняю, где моя талия. Талия вот, значит, вот талия вот, талия, талия. Как говорится, я свою Наталью узнаю по талии. Где пошире талия, там моя Наталья. Но это не в обиду Натальям, это такая поговорка. Всё, ребятки, всё. Так, пальчиком фиксирую. Так, извините, зрение меня подводит. Что у нас? 111, да? 111. Так, что же было, ребята, прогресс в прошлый раз? Объём талии был 116. А сегодня 111. Моя талия за 13 дней уменьшилась на 5 сантиметров. Аллилуйя. Так, 111 записываю. Так, минус 5 сантиметров получилось. Видите, как по-разному уменьшаются пропорции тела? Было в прошлый раз наоборот. Объём груди больше уменьшился, талия меньше уменьшилась. А сегодня наоборот. Объём груди меньше уменьшился, а объём талии больше уменьшился. Видите, какой организм капризный, не капризный. Может, у меня такое строение. Так, дальше. И измеряю я объём бёдер. Я не измеряю, вот как есть показы блогеры, рунки, ноги. Ну, это ни к чему. Я вот в самой важной части, да, и так всё понятно. И так всё понятно. Если оно уменьшается тут, то оно везде будет уменьшаться. Или меньше, или больше, но оно будет уменьшаться, правильно? Если бы оно тут всё стояло, не туда, не сюда, то и оно и везде, как говорится. Так. Объём бёдер. Так, девочки. Правильно я вмерю? Ну, я думаю, правильно. Так, вот мои бёдра. Чуть-чуть ниже живота. Живот-то ещё есть, ребятки? Живот – это проблема у нас. Так. Кручусь. Кручусь. Так, не знаю, насколько точно, но я стараюсь точно. Пишите мне. Если я что-то не так делаю, неправильно, может быть, не я, обязательно пишите. Всё пишите. Замечания, критику, советы. Потому что вы смотрите меня со стороны. И мне важно, что вы видите со стороны во мне, что не так. Так, когда вы мне напишите, я уже более реально посмотрю на себя со стороны. Что делаю я не так, а что делаю я правильно. Вот. Какие плюсы, какие минусы. Так что, пожалуйста, напишите. Так, всё, да? Вроде бы… Ой. Попробуем. Давайте. Вроде бы всё, да? Объём бёдер. Так, объём бёдер. Зафиксировали цифру. Так, ой, перевернула. Так, что получается у нас? 124. 124, мои дорогие. Так, в прошлый раз объём бёдер был 127. Вот заветная цифра 127. А сегодня объём бёдер 124. Минус 3 сантиметра. Минус 3 сантиметра я записываю в свою тетрадочку. 124 минус 3 сантиметра. Так, ну всё, замеры я закончила. Вот такой отчёт. Так, тетрадочку я записываю. Это получается я раз, два, три. Это четвёртая декада замеров у меня. Четвёртая декада. Ну что, и каждую декаду у меня идут положительные результаты. У меня идёт уменьшение. Где-то больше уменьшения, где-то меньше. Но оно есть, и это хорошо. То есть, моё похудение, моё интервальное голодание, на котором я худею, даёт положительный результат. Да, я спокойно, не спеша худею. Ну, у меня всего лишь только полтора месяца. Я не худею год, два, полгода даже, да. За полгода, я думаю, будет очень виденый результат. Если я, ну я надеюсь, и я очень хочу продолжать в том же режиме. Но я теперь хочу свой режим питания немножечко сделать таким, более жёстким. Я хочу уже перейти на режим питания не 16 на 8, а 18 на 6. То есть, у меня для приёма пищи будет уже не 8 часов, а 6 часов. А отдыхать от еды мой организм будет не 16, а 18 часов. Ну, уже пора. Потому что за эти полтора месяца мой организм адаптировался. Он уже вошёл в колью. Он привык к этому режиму питания. Всё. А, соответственно, он дальше может немножко медленнее снижать мой вес. И я уже хочу, как сказать, ужесточить условия. Я даю ещё себе 1 час для того, чтобы мой организм отдыхал от еды. То есть, добавляю не 1 час, обманываю, 2 часа, да. К 16 добавляю 2 часа. У меня будет 18 часов организма отдыхать полностью от еды. И будет работать метаболизм. А когда работает хорошо метаболизм, то идёт сжигание жира, и я худею. Плавно худею, да. Вот. И для приёма пищи у меня будет 6 часов. Ну, сейчас лето, сейчас больше уже, как сказать, можно переходить на овощные блюда, салаты, рагу. И можно ещё, как скажем, в питании регулировать своё питание. И это тоже, добавить снижение веса. Летом худеть всегда легче, проще, чем злой. Ну, а домохозяйкам, которые всё время готовят для своей семьи, пекут пироги. А я это делаю постоянно, без этого никак. Потому что в семье худею только я. Моему мужу, моей маме худеть не нужно. А их кормить надо. Я всё время готовлю. Конечно, сложно. Бывает, готовишь такие блюда, от которых текут слюнки. Но я хочу сказать одну вещь. Вот если вы хотите тоже начать худеть, как я, присоединяйтесь. Я вам хочу сказать, интервальное голодание – это супер. Это супер. Вы будете худеть спокойно, комфортно, без депрессии, без стрессов. Вы не будете голодны. Вам не надо отказываться от всего, кушать только что-то, вот это, это. Нет. Вы, пожалуйста, до трёх часов кушайте всё, что вам хочется. А после трёх, до утра, до сени утра ничего не кушайте. Вы будете в месяц терять по три-четыре килограмма. Вы будете себя чувствовать вот так. У меня появилась лёгкость движения. Мне легко наклоняться. Мне легко ходить. Мне легко лежать, поворачиваться. Всё стало легче. А всего лишь полтора месяца прошло. Ну и ещё, что я хочу ещё сказать. Камеру всё время поправляю, потому что стоит неровно. Насчёт весов, да. Я купила недавно весы. Наконец-то я смогла купить весы. Ну, не доходили мои финансы до весов. Много очень всяких заморочек, на которые важнее потратить деньги, чем на весы. Но вы знаете, какие сейчас весы продают, да? Электронные весы, на которых сложно, сложно узнать свой точный вес. Во-первых, пол во всех комнатах разный. Во-первых, у нас деревянный пол, да. Проблема. Проблема. Ну, я взвешиваюсь. И я вам в конце видео, досмотрите моё видео до конца, поставлю, значит, свои записи о том, как я за последние несколько дней взвешиваюсь. Взвешиваюсь я так, как сказала мне подруга, у которой большой опыт в похудении, которая всё про это знает. Леночка, привет! Большое тебе спасибо за твои классные рецепты блюд для правильного питания, чтобы снизить вес. Ребята, подписывайтесь на канал «Стройность навсегда». Всегда у Леночки такие вкусные блюда, блюда, которые, они легко готовятся, просто. Но я удивилась, на этих блюдах вы можете их кушать, кушать, вы будете сыты, вы будете довольны, и вы не поправитесь. Так что подписывайтесь на канал «Стройность навсегда». Так вот, Леночка мне сказала, как правильно взвешиваться. Утром, когда я проснулась на голодный желудок, естественно, после туалета, так я и делаю. Так как я стою рано, в 5 утра или полшестого, вот так обычно я встала, значит, так положено, после туалета в лёгком халатике встаю на весы. Мои весы показывают вот такой вес, всё, я его фиксирую, снимаю сразу всё, я снимаю всё. И вот такие за несколько дней я вам вставлю в конце видео, и вы посмотрите. Так как сейчас я снимаю видео уже вторая половина дня, смысла нет вставать на весы, потому что я кушала, я пила, у меня уже появилась какая-то небольшая отечность, потому что жара, вес, естественно, добавляется. А самый правильный вес – это утром, когда вы проснулись, когда, так сказать, лёгкость, когда мой организм уже 16 часов отдохнул от еды, когда я очистилась уже, сходила в туалет, вот тогда можно правильно взвешиваться. Ну что, это в конце видео, обязательно посмотрите, и вы увидите, как меняется мой вес каждый день. Ну что, я думаю, на сегодня всё. Видео отсчёт о своём похудении я сегодня вам показала, замеры показала, самочувствие, какое меня рассказало, про весы тоже я рассказала, в конце видео вы увидите, насколько что меняется мой вес. Ну, пишите мне в комментариях, задавайте вопросы, что вас интересует о похудении на интервальном голодании. Я с удовольствием отвечу, у меня уже есть некий опыт. Вот, также обязательно напишите ваши отзывы, советы, замечания по поводу моего похудения. Обязательно жду в комментариях, заметили ли вы, похудела я, не похудела, что вы заметили. Если вы зашли первый раз на мой канал, ребята, отмотайте назад, там не так много видео прошло, наверное, 6 видео или 7, как я начала худеть. И посмотрите самое первое видео, как я начала худеть, какая я была, и потом дальше. И я думаю, в каждом видео вы заметите, как я, лично я заметила. Ну, я хозяйка своего тела, и, естественно, я, когда раздеваюсь, я вижу, насколько меняется мое тело, как оно уменьшается. Естественно, я не буду на камеру раздеваться, показывать, как мне, который свой живот, нет. Это, во-первых, не эстетично, я взрослый человек, достаточно того, что я покажусь вот так, и вы увидите, да. Ну, возможно, у меня такое сегодня платьице, ну, у меня летнее платьице, такое домашнее. Квадрат большой, оно бывает, одежда, как она может за счет рисунка увеличивать или уменьшать, да. Но я не буду специально одевать такую одежду, которая меня худит, нет. Я любую буду одевать одежду, а то, что я худею, это факт. Ну, что, буду прощаться на сегодня все. Вот такое небольшое видео, видео о чем, о том, как проходит мое похудение для моих постоянных любимых зрителей, которых интересен мой канал, которые смотрят с удовольствием, и которым я всегда очень-очень, ребята, рада. Ну, еще я вам покажу обзор нашего огорода, палисадника, нашего, так сказать, весеннего цветущего мая, потому что уже давно вы не видели, посмотрите, что и как у нас сегодня. Ну, все, мои дорогие, ну, а в остальном у нас все, как обычно. Живем своей маленькой дружной семьей, с утра до вечера, как муравьи в своем муравейнике, копошимся, работаем, как говорится, от рассвета до заката. А свои рассветы и закаты я всегда показываю вам в своих видео. Всем большое спасибо. Я желаю вам всем крепкого здоровья, самое главное, мирного неба. Будьте добры друг к другу, живите с добром в сердце. И тогда и к вам, другие, повернутся к доброму. Подписывайтесь на мой канал. Поддержите меня, простого деревенского блогера. Я буду вам очень-очень благодарна. Пока-пока. Вот такой у меня сегодня обед. Гороховая каша, тушеная в сметане куриная печень, салатик с огурцов помидор, со сметанкой, не с майонезом, со сметанкой, горчичкой, кетчуп. И вот такой вот у меня будет обед. Его отвечает. Салатик с огурцов помидор, со сметанкой, не с trying, не сей тías. И разум관ш accus Hemphila с огурцовом. Очень 39-40-летний из омогов. Во-первых, понадобится мига, не сей т Control. И вот этот первый имп Настанка багиком, кто-то Armor падает, а он новый див cap и сейчас к этому. Думаю, я вам примен question. ately hosts прогреты жизни, Продолжение следует... 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 Продолжение следует...